Рэнди, большое тебе спасибо за донаты, вот серьезно. И с этого момента я решил упоминать донатеров в начале ролика, потому что, ну, это очень сильная поддержка. Ладно там лайк поставить, ладно там посмотреть ролик полностью, написать комментарий. Да, это классно, да, это мотивация, сами видели, как актив мотивирует. Но когда человек настолько вот хочет тебя поддержать, что буквально тратит свои деньги, ну, донатеров надо как-то поощрять, и я их буду упоминать в начале видео. И, да, еще раз спасибо, это не просто там, опять же, мотивирует, не просто там тебе приятно, и тебе хочется что-то сделать с нового блага РК. Я, кстати, два новых проекта после глобал листа выдумал. Я не знаю, когда я это все реализую, но, блин, постараюсь. В общем, неважно. То есть мысль в том, что кроме мотивации и приятности, это еще дает полезность. Допустим, на эти же деньги можно спокойно оплачивать хороший хостинг и хороший домен для того же РК-листа. Так что еще раз ГМД спасибо. А теперь к новостям. Дови внесли в Пойнтер Крейт. Как вы знаете, став Пойнтер Крейта был в конфликте с Дови. И один из них, Вулканиум, говорил, что он не просто играет на больших фпс, нет, он в целом читер. Его называли в целом читером. Даже на сервере Демон Листа обычные участники. Но, когда Дови ради эксперимента поставил себе 144 фпс и выполнил все условия, его внесли. Радоваться этому не стоит, потому что это не значит ровным счетом ничего, потому что он дальше продолжит играть на 432 фпс. Потому что у него так ничего не фризит и с импут лагом проблем нету. А это запрещено в Пойнтере. Нет, тут единственное, что можно сказать, то что Пойнтер немного, ну, противоречит себе за счет того, что став немного там не сообщает вообще друг другу о решениях и словах. Один говорит, ты читер вообще полный, другой тебя принимает. Какого хрена происходит? У них хотя бы конфа там есть или они кажутся сам по себе? Как это работает? Что за команда, где командности ноль? Вы должны представлять единое мнение. Какого хрена? Вот Дови прошел Швардскейпс, а помните Деймуна? Это наш подопытный кролик, игрок вернее, над которым мы наблюдаем. Он уже почти сделал 59 стона Зодиаке, он флюкает на него, напоминаю, и начал активно стримить. Ставим лайкос на его новый прогресс по ссылке в описании и в закрепе. Он купил новую мышку, сейчас апнется еще больше. Эй, Реал Глим, понерфили. Просто фейспалм, нахрена это нужно было? Причина просто смешная. Энд Левел сказал, что хочет, чтобы это был топ-20, а я случайно сделал, что Левел встал на 10-ую строчку по интеркрейта. И, ну и че, так получилось? Я впервые вижу человека, который на полном серьезе не рад этому. Обычно, наоборот, какой-нибудь баф-дейт делают для этого, а тут че, Энд Левел реально хочет чисто в топ-20? Че за хрень? В общем, все понерфили абсолютно. И Викторы, которые проходили более сложную версию, ну, они сохранились. Потому что версия не баф, но у себя нерфалась. Но зачем они так потели? Хз. Ну, ради себя, ради скилла. Не все же ради баллов там играть. РК Слэйр Нейлор вернулся из армии. Он там был целый год. И сейчас он делает хорошенькую лесенку экстримов и, возможно, ворвется в топы игроков. Шансов очень мало, потому что я видел его лесенку. И там он слишком постепенно рос. И сильно не замахивался на топовые демоны. То есть, если у него скиллы будет расти... Ну, он, естественно, будет расти. Но, как вы понимаете, медленно. Ладно, новость вообще не в этом. Во что я ее перевел? Нейлор! Дембельнулся! Все, вот новость! Эйрили, ты про скилл начинаешь затирать. Неважно, чел, блин, с армии пришел, елки-палки. Поздравляем. Прохождение. Бизер прошел The Rapture. Молодец, красава. Я прошел The Rapture. РК Слэйр Опеникс, о котором недавно только стало известно, прошел фаерворк уже на 66%. Он битнул этот демон в 2 рана и имеет примерно 80 тысяч попыток. Если что, до этого ничего сложного даже близко он не проходил. То есть, он флюкает на фаерворк. Дови прошел Кобвэпс и успел после этого посраться с Дольфи. Мега тупизм и мега молодец. И ВАФ прошел с Лаутер Хаус 2 рана. Смотрим на его новый рекорд. Крюгер совершил просто фейл тысячелетия. По тупизму это топ-1 фейл. В общем, вы знаете то, что на Тартарусе на 98% много кто умирал. Там, насколько я понимаю, около 60 фпс фрейм перфект на шаре, на минус первой скорости. Так вот, после этого тайминга есть орб, на который нужно просто нажать. Как бы ты на него не нажал. Поздно там, рано, ты все равно пройдешь. Это вообще бафер клик, давайте скажем еще проще. То есть, сделаешь вот так, ты-ды, ты прошел. Крюгер сделал точно так же, он сделал ты-ды, только чуть-чуть, видимо, быстрее он эти два клика сделал. И второй клик не коснулся хитбокса. Он пролетел мимо орба. Это тупизм. Никто так еще не фейлил. Это, я не знаю, как можно так лохануться. Мне понравилось то, что весь Лас Парт, он играл какими-то такими аккуратными кликами. Знаете, есть клики, когда вы бьете прям удар, а он прям чуть-чуть, у него только звук пружины был, у него не было ударных кликов, он настолько сосредоточился. Он умер уже на 97-м проценте дважды, на 98-м до этого, и, естественно, у него там уже очко, жалость, волнение, бешено из-за этих фейлов. И он прям аккуратно летел, летел, и понимает, вот, два клика остались. И он такой, все, это победный. И уверенно такой, ту-ду, и... Нет, братан, не сегодня. Трик тут высмеивает человека под ником Бебра, который ему сказал то, что Аурелия на самом деле Second Victor на Оде. И он приближает, типа, лицо этого школьника и иронизирует. Типа, смотрите, какой-то школьник мне что-то втирает. Вот подписчики его, школота какая-то. Типа, он пытался этим высмеять. Но вспоминаем, то, что, получается, именно этот человек сломал себе жизнь. Вот конкретно из-за буллинга этих детей. То есть, он пытался высмеять, по итогу мы вспоминаем, что он до этого ныл. И да, вот этот чел, которого он приблизил, чтобы насмехаться, поломал ему жизнь. Так что, Трик, в очередной раз смеемся над тобой. После гигантского рана Септагона на Сайлент Акрополисе с 55% до 100% Сайлент Акрополис решили обновить, пофиксили все какие-то нереальные места, и теперь это топ-1 демон. Ждем передекорирования и верив Септагона. Ахерон оценили. Полностью насрать! Какая разница оценки, блин? А вот на что не насрать, это оценка Бисмарка. Вот это уже важный пункт для несложного демона. На топ-1 демонах, главное там, сложности и верификация. Тут уже на таких вот уровнях, которые еще и метят Гаунтлет, оценка все-таки важна. Получил он Эпик, заслуженно. Вот опять же, согласитесь, когда речь идет о каких-то там Хардерах и прочее, когда их строят креаторы, они метят на Креатор Пойнты. Опять же, там гонка по Креатор Пойнтам. Да банально хочется всем оценку иметь, и левел станет в разы популярнее. Но когда речь идет о суперсложных демонах, там уже никто на эту оценку внимания не обращает. Там главное сам факт прохождения. Оценку никогда бы никто даже не ждал, если бы Пойнтер Крейт тоже ее не ждал. Но они как бы всегда ждали оценку, что логично. И всегда продолжат это делать. Они жертвы режима. Они не виноваты в том, что уровни не оцениваются подолгу. Проблема даже не в том, что вот Обливион не оценивают. Нет, проблема в том, что в конце концов все эти Обливионы получают оценку. И это слишком большой простой бьет по актуальности. Вот в чем главная проблема. Ладно бы просто, в конечном итоге там Кримсон Плэнт не получил оценку до сих пор. Ничего бы никогда не оценивалось, что не оценилось сразу. Было бы понятно, надо апнуть декор для оценки, к примеру. Ну он банально не тянет на рейд. Вот такое решение. Но нет, оно же в конце концов оценивается все равно. В этом мерзость. И в этом проблема. Поэтому я и создал Global List. Все, что вы видите в Global List неоцененное, в один момент будет оценено. Ну конечно, чтобы оценить Трауза Гейтс и Аниорфит Инертс, нужно будет сильно попотеть. Нужно там не просто факт, но нужно и пропаганду мощную мне подготовить. Но когда-нибудь это случится. Сейчас это фантастика. Нужен огромный переворот. Ван Альфа Хеликс сказал то, что версия Зоинка по сложности, как и его версия. То есть топ-2, топ-3. Недавно в своем ролике он говорил то, что версия Зоинка точно топ-1. А сейчас уже топ-2, топ-3. Больше похоже на то, что он хочет просто принизить Зоинка. Я не могу поверить. Ну ахер он банально не может быть ни топ-2, ни топ-3. Ерунду, короче, какую-то он несет. Даже если сравнивать его версию и версию Зоинка, то у Зоинка просто на порядок выше бафа. Да бред полный. Ерунда. Ему кажется, скорее всего. Либо он зачем-то хочет принизить Зоинка. Кстати, Зоинк прошел Abyss of Darkness GG. Песто был замечен в кольже. Там он сказал в выступлении перед классом, как Джоинт Редэш может изменить жизнь. Я не буду никак комментировать этот странный перформанс. Но мне интересно, как это подписано. Типа, Нпесто был замечен в колледже. Знаете, будто Нпесто это какой-то супер популярный чел, как Джейсон Стейтем. И вот его заметили, так сфоткали там, как он с папарацци. Знаете, да, такие новости. Там Роналду был замечен в Мадриде. Там этот контракт с Атлетико, что ли, подписывают. Вот такая тема. А тут Нпесто был замечен. Кем, блин? Он что, настолько популярен? Сам собой, что ли? Или его другом был замечен? Или замечен на фотке этой? Я поздно на самим Нпесто. О, это я. Дэша обвиняет вертопа в читах. Доказательств у него никаких нет. Он ему просто не верит и говорит, его рауфутажи слишком короткие. Тут разбираться, ну, нечего. Глупость какая-то абсолютная. Что за мода? То очевидные читеры, то... Ты читер, потому что мне так кажется. Масла Свин, обещал тебе передать привет. Привет. Забавная херня. Помните, я делал видос с критикой системы рейтов? Ну, это где мы еще рассматривали все под призмой Абисофт Даркнесса и культуры отмены. Там очень многое было про систему оценок. И я там затронул вкладку Magic. Спустя время випринже посмотрел мое видео, сделал даже ответку. На вторую часть он, правда, не делал ответку. Ну, естественно, там уже я его поймал на противоречиях и прочем. Не будем углубляться, но именно после моих видео все улучшилось. Модерация стала куда прозрачнее. И именно во вкладке Magic появились такие изменения, что там видны отправленные модераторами уровней. Что сразу, по сути, еще и снимет ответственность с них за долгий рейд. Типа мы не будем гадать, модератор отправили его или не отправили. Нет. Теперь, если там в этой вкладке лежит левел, мы можем точно убедиться, что модераторы его отправили. И если его долго не оценивают, то в этом, очевидно, виноват не ирон. Я не планировал так пошутить. Виноват робтоп. Вина вся на робтопе. Это не шутка была, это оговорка по Фрейду, блин. Просто у меня уже в голове это запало навсегда, походу. Нормально так наложилось в моей голове. Отложилось, вернее. И вот, какой-то модератор или все модераторы после голосования отправили робтопу охерон от Риота. Риот выложил Супер Баффет версию охерона, которая топ-0 просто, ее никто не прошел, они отправили это робтопу. А представьте, если бы робтоп просто взял и в тот же момент зашел, и такой, о, охерон верифнули. О, вот как раз его мне отправили. Смотрит бай Риот. Сто процентов официальная версия, ну как бы, вериф есть. Все говорят, гг, вот от Риота, вот модератора отправили. И он чисто оценивает левел, и все такие, звук сверчков. Ребята, и, я не знаю, но у нас проблемы были. У нас оценен топ-0 impossible левел. Это не тот охерон робтоп. Как бы тебе объяснить, мы тут накосячили, короче. Но так не случилось, все-таки разобрались с этим. И ВАВ поставил новый мировой рекорд на Сокопин Сёрклос на телефоне. У него есть еще 120 Гц. На 60 ВПС этот вейв, биг вейв, который самый первый, в принципе, невозможен. Так что не удивляйтесь. Да не, если чему-то и удивляться, то самому рекорду. Прошел биг вейв с нуля. И прошел этот спам, он мог там залажать и забомбить. Но нет, нормально, так 52 класс. А прикиньте, его на мобили же можно пройти, по сути. А вот чё нет, даблклики он уже проходил на телефоне. Он когда-то с 52 и начинал. Прошел год, и он прошел. А чё, если бы он гриндил на телефоне, чё думаете? Ну мог бы. Спейс прошел охерон. Видео почему-то до сих пор нет. Сутки прошли. Не знаю, не знаю. Шутка от него. Трик поставил 52% на другой версии фаерворка. В общем, это версия, которая была на фри-верифе от Черри Тим. Сама по себе, она должна была быть легче, чем вышедшая, потому что на той версии, которая вышла, верифицирована триком, много бафов. Но, при этом, у Черри настолько там все всрато, что есть какие-то нереальные тайминги, а есть просто супер фри-шлаг. То есть дисбалансные нажатия. Одна из главных проблем. Из-за этого, Трик, который прошел фаерворк 10 раз ровно, пока что поставил только 54% на вот этой вот версии до баланса. Вот, как не баланс уровня влияет на сложность. Холли! Вот, занимательный момент. Представьте, что есть какой-то левел, который дисбалансный, а потом его берут и балансируют. И не докопаться то, что левел понерфили, потому что понерфили самое сложное и бафнули самое легкое. Вроде как стало так же. А вот этот момент показывает то же не так же. Не так же! Трик! Еле поставил 54%. Все-таки это доказывает только то, что, чтобы устранить дисбаланс и сохранить сложность, недостаточно такой шлифовки, которую все обычно делают. Нужно усилить тот геймплей, который мы получили, потому что дисбаланс это, черт возьми, дисбаланс. Там просто есть парты и клики на другом уровне. И они тебя просто уничтожают. Так, как никакой сбалансированных уровней, где уровень сложности ниже, чем этот один дисбаланс парт, не может. Блин, я так долго говорил эту мысль, уже не знал, как закончить с каким-то склонением. Ну, вы поняли. Курсет поставил на лаки дроу 96%. Многие охерели, типа, офигеть, 96 так много. Нет, на самом деле, он дошел до того парта, до которого, в принципе, нужно идти в среднем часов 40. Я посчитал. Это не так много, это неудивительно. Шанс на победу был у него в районе 7%, когда он до тут дошел. То есть, это далеко не ГГ. А есть человек, который уже прошел. Его проверили на читы, никаких махинаций нету. Роуфутаж есть. Ему так повезло, что он прошел всего за 9000 попыток. Прикиньте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот многие говорят, типа, Lucky Draw, вот ты сказал, там, Мэрили, в среднем нужно там столько-то часов, неделю играть, и тогда ты пройдешь. А ты знал, что ты можешь не пройти его и за год? Ты знал, ты знал? Да, я знал. А вы знали, что можешь пройти его за пару часов, за 9000 попыток? Знали? Прикиньте, это так и работает. Ты можешь никогда его не пройти, можешь пройти с первой попытки. На то оно и среднее. На что вообще операции есть, и не на среднее? Тут хоть какая-то математическая логика есть. У тех, кто так говорит, чё, по жизни какой-то синдром, когда вы замечаете только как вам не везет, что у вас в голове так забито, то, что все плохо, все не везение. А когда вам везет, вы принимаете это как должное, так что ли? С таким мышлением, блин. Ну вот вам доказательство, чел верифнул за 9000 попыток. Хотя чё тут доказывать? Опять же, с одной попытки это можно проходить. И с миллионной. А в среднем нужно неделю играть. Ну в общем, Lucky Draw верифнули, хайп как-то затухает. Lord Vader Craft поставил на бафнутой версии Canon B 76%. Рейд нуля в аддон. Только не тот, который верифнул лорд. НК демон, который раньше назывался ремонт унитазов. А нет, какой-то левел, которому 6 лет. Позиция Grace of Sand. С учетом мнения плейтестеров. Наконец-то я могу вам представить то, что он встал под Обливионом и над Арктуросом. 13 место Global List. В позиции уверены? Нет. В чем мы уверены точно? То, что это не уровень фаерворка. И то, что это точно не топ-30. В том районе, в котором мы поставили, считайте, плюс 5 вверх, плюс 5 вниз. Где-то вон там он будет болтаться. И вов битнул первым в РК первосайв Тайт. С позиции он согласен. Топ-90. Красава. Кстати, не только первым в РК. В принципе, First Victor он. Только китайцы его верифнул и вот сразу и вов. И, кстати, насчет верифов. Stellar Knight, который хостил Acid Cave, верифицирован. Это топ-10 демон. Но вроде как люди уже начали говорить, что это топ-20. И верификатор переоценил его. На этом, дорогие друзья, все. Еееееееееес! Субтитры сделал DimaTorzok